Любители Москвы, мы с вами на конечной трамвайной основке метро Городок. Это конец открытого шоссе, вот проезжая часть. Ну а вот трамвайные пути, они здесь вместе идут. И вот здесь начинается небольшая такая просека в лесу. Все окружено Лосиным островом. И здесь начинается небольшая просека, которая приведет нас к Абрамцевской просеке. И далее мы пройдем к кольцевой дороге. Сто первому километру МКАДА. Вот здесь она идет, трамвайчик здесь поворачивает. Небольшой храм, довольно живописное место. И вот здесь как раз вот трамвайный круг. Диспетчерская, конечная станция. Новый храм тут построили, вот не так давно деревян. Ну и вот там вот идет дорога. Здесь поворачивает трамваи. Вот и вот там вот как раз начинается грунтовая дорожка. Она грунтовая, но неосплантированная. Которая приведет нас как раз к Абрамцевской просеке. Пресекаем пути. И вот углубляемся, собственно, в этот вот лес. Вот здесь дорожка. И вот она нас как раз и приведет. Вот это паркинг, конец открытого шоссе. Видите, ступенечки. И вот как раз вот идет дорога. Ну и вот через 10-15 минут неторопливой прогулки по парку Лосиный остров вы попадаете на Абрамцевскую просеку. Ну, на нее практически невозможно не попасть, если идти в этом направлении. Ну, возьмите, конечно, с собой высшую карту. Пятую, сказать, пущу уверенности. Она проходит здесь вот перпендикулярно. Да, вот видите. И нужно сейчас повернуть направо. Направо для того, чтобы выйти в кольцевой дороге к МКАДу. Вот. В принципе, можно повернуть, конечно, и налево. Вот видите, это Абрамцевская просека. Она асфальтированная. Вот. И можно повернуть налево, но просека довольно длинная. Около 5 километров. И туда можете вы пройти, если налево, то к железнодорожной платформе Белокаменная. Ну, или к станции Белокаменная. Вот. Пожалуйста. Тоже можно пройти. Тут прям все время. Видите, когда достаточно широкая. Это просека Абрамцевская. Вот. И прям ни конца, ни крайние. Действительно далеко. Люди тут гуляют местные. Ну, а нам туда, вот направо. На самом деле, вот видите, это вы отсюда вышли. От метра городка. И вот здесь вы идете. Вокруг один лес. Гулять одно удовольствие. Места очень живописные. Но, конечно, в темное время не рекомендую. Ну, и вообще, конечно, будьте на чеку. Потому что, ну, тоже всякие люди попадаются. Кстати, вот эта просека никакого отношения к знаменитому Абрамцеву, Мамонтовых, оно, в общем, не имеет. На самом деле, просека названа по деревне Абрамцева. Вернее, по бывшей деревне Абрамцева, которая находится, которую она, собственно, ведет. В общем-то, да. Эта деревня находится за Кольцевой дорогой. Это уже бывший Балашихинский район Московской области. Ну, а теперь городской округ Балашиха. На самом деле, никакой деревни уже довольно-таки давно нет. Ну, лет 20 примерно. Это и Абрамцева. Да и район уже Балашихинский. Получается, тоже нет. Ну, в общем, все меняется. На самом деле, там сейчас коттеджный поселок, где живут, в общем, ну, как раньше говорили, Новый Русский. Ну, в общем, люди, как правило, достаточно состоятельные. Ну, они там на месте бывшей деревни. Там раньше, ну, обычно деревня была, деревянные дома, там, хозяйство, все такое. Они построили. Вот, потому что здесь отдохнуть, кстати. Вот они там построили свои коттеджные поселки. Кстати, вот эта вот просика, как мы увидим в дальнейшем, да, она нас никакого Абрамцева не выведет. Там, по сути, тупик будет. Ну, и к Абрамцеву можно будет доехать непосредственно через Абрамцевскую развязку, 102-й километр МКАДа. Ну, либо там по мостику пешеходам перейти, там посмотрим, я покажу этот мост. Там уже, в принципе, можно будет пройти к этому Абрамцеву. А вот непосредственно вот эта просика, она, ну, вводит, да, в направление, именно в направлении Абрамцева, ну, вот этой бывшей деревни, да, ныне коттеджного поселка. Но непосредственно к нему она не приводит. Там прохода сейчас кольцевую нет. Ну, вот, видите, оповальных деревьев, я говорю, довольно-таки много. Уже видели сегодня в парке друзья леса, ну, и здесь тоже вот их хватает. Так что, в общем, гулять и наслаждайтесь здесь очень хорошо. Ну, мы находимся вблизи выхода на 101-й километром КАДа. Здесь вот на последнем участке, заключительном, около Кольцевой, покрытие дороги, просеки, точнее, Абрамцевской, становится довольно непосредственным. Вот, ну, в принципе, асфальт, он сохраняется, хоть и разбитый, не такой, как был там раньше на выходе из метра городка, ну, и так далее, туда дальше, налево. Вот, ну, в принципе, он все равно есть, так что пройти сможете уверенно, никаких проблем не испытайте. Вообще, бояться здесь не нужно гулять, в общем-то, места очень хорошие, красивые. Развлечений здесь, конечно, вы не найдете никаких, достопримечательности тоже. Но воздух просто, конечно, прекрасный, чарующий воздух, вот, очень здоровый, такой бодрящий. Народ здесь всегда есть, ходит, очень много спортсменов тут, всяких там любителей спорта, физкультуры. Так что в этом плане никаких проблем. Машин тоже здесь нету никаких, потому что выезда на МКА тоже здесь нету. Вот, ну вот, поэтому тоже можете не бояться, что вас тут собьют машины. Вот, но бойтесь велосипедистов. Велосипедистов тут очень много. Ну, вот я прошел, наверное, минут за 20, за 30 где-то, наверное, за 20 скорее, вот сюда до Кольцевой. Ну, наверное, мне встретилось человек 40-50 велосипедистов за это время, то есть довольно много. Вот они, в принципе, конечно, могут доставить некоторые неприятности. Ну, тут есть любители ходьбы скандинавской с палками, на роликах катаются. Ну, это и ладно, это все не так страшно. А вот велосипедисты, они тут разгоняются к тому же, поэтому немножечко будьте бдительны. Ну, и, конечно, не заходите в лес, потому что, ну, так просто, да, потому что очень много тут тропиночек, большой соблазн зайти. Но это, конечно, довольно чревато, потому что, ну, если у вас нету какой-то надежной такой схемы, тропинок, то, конечно, это может закончиться плохо. Просто может заблудиться, это реально. Вот, поэтому будьте, конечно, в этом смысле бдительны. Просто так вот далеко в лес не заходите. Здесь, конечно, можно погулять вокруг, но так дальше будьте осторожны. И ГЛОНАСС, и, так сказать, GPS, я не уверен, что здесь вообще ловят. Ну, и вот мы как раз вышли на 101-й километр МКАДа. Ну, МКАД к пешеходам недружелюбен, тут пешеходных дорожек нету. Ну, а зато это такой один из самых приятных, в общем-то, отрезков. Как раз здесь вот проходит от 95-го до 102-го километра. Здесь все время проходит через Лосиный остров. Ну, пройти только вот если по кромочке можно. По-другому не получится. Вот Абранцевская просека здесь начинается. Видите, вы. В принципе, пройти можно. Мы находимся у отметки 101,5 километра в кольцевой дороге. И движемся в сторону 102-го километра Абранцевской развязки. Ну, вот здесь вот как раз от Абранцевской просеки, от 101-й километра до 102-го, в принципе, можете идти спокойно. Вот здесь вот по этой насыпи около кольцевой дороги. Ну, комфорта, конечно, мало, но пройти вполне можно. Особенно, конечно, сухую погоду. Ну, естественно, зимой и осенью это здесь все довольно сильно развозит. Ну, в общем, участок вполне проходимый. И вот мы видим вот этот мост. Он интересен тем, что он обшит клееным брусом снаружи. Ну, внутри обычный мост, в общем-то, в принципе, труба обычная, каких на кольцевой дороге много. Ну, вот, а снаружи он обшит клееным брусом, ну, как бы показывает деревом, что здесь все-таки находится Лосиный остров, такой, можно сказать, заповедник деревьев. Вот, прекрасное место такое, вот, все натуральное, естественное. Ну, и вот по этому мосту можно как раз пройти пешком в деревню Абрамцева. Ну, бывшую деревню, а сейчас уже коттеджный поселок. Туда дальше вот проход, там Балашихинский район находится как раз. Здесь вот Москва, но метр городок, и дальше идем в Гальянова. Ну, а там вот находится Балашихинский район Московской области. Так что вы можете пройти. Ну, а на машине, конечно, не проедешь, это до Абрамцевской развязки надо идти. Куда мы сейчас, собственно, идем. Ну, и вот мы с вами находимся на 102-м километре МКАДа на Абрамцевской развязке. Вот она перед нами. Мы перешли из района метро городок в район Гальянова. Но это все равно восточный округ Москвы. Вот, ну, и МКАДа, она вообще не дружелюбна к пешеходам. Ну, а развязки вообще труднопроходимы, если вообще проходимы. Ну, вот мы видим, здесь поворот идет туда в Гальянова, дальше на Хабаровскую улицу, на Камчатскую, на Красноярскую. Вот. Ну, в общем, все улицы, которые составляют район Гальянова. И дальше туда с выездом на Щелковское шоссе. Вот она развязка. Развязка была создана в 1360-м году. Ну, собственно, впервые, да, появилась здесь. Вместе с тем, как появилась сама Кольцевая дорога. Ну, а реконструирован она была, приобрела современный вид в 1397-м году. То есть, в общем, около 20 лет назад. Ну, вот туда как раз Абрамцево. Поворот вот по мосту у машины едут, как раз вот там указатель, да, вот поднимается. Ну, Абрамцево это такое довольно тупиковое направление. То есть, по сути, кроме как Абрамцево больше ехать туда некуда. Там фактически тупик идет. И все. Дальше туда на Балаших очень трудно проехать, если вообще возможно. Вот. Так что машин здесь, конечно, до Абрамцево едет не очень много. Вот. Только те, кто, наверное, там живет. Ну, или в окрестностях там какие-то дела. Ну, а так в основном едут дальше по Кольцевой уже в сторону 103-го километра туда. Ну, или сворачивают вот в Гальянова. Ну, вот. Так что пройти здесь вот можно только если по кромочке. Конечно, не очень комфортно, ясно говоря. Но зато пройти можно. И вот как раз попадаем мы на такую круговую развязку. Вот. Между Хабаровской, Красноярской, Камчатской, Курганской улиц. Вот здесь все на указателе, в общем-то, написано. И здесь можно сесть на автобус. Конечная остановка. И поехать уже в сторону Щелковского шоссе до метро. Щелковская самая ближайшая станция метро здесь. В Гальяново. Ну, хотят новую построить станцию метро. Но это когда еще построить, пока этого нет. Все. И уже можно дальше. Там автобусы едут и до Измайловской, и до Первомайской. Это уже кому как, конечно. Все. Посмотрели мы. 101-й, 102-й километр кредитовой дороги. До встречи. Продолжение следует... Это уже качество. nuts. 103-й, 33-й, 34-й, 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 35-й, 34-й. Большой, 34-й, 35-й, 35-й.